Девочки, всем привет! Вот разбирала почту и решила заснять такое видео. Видите, вот это вот все наличие журналов и рекламных проспектов. Так вот, каждую неделю в каждый почтовый ящик во Франции приносят вот такие вот рекламные проспекты для того, чтобы люди ознакомились, чтобы выбрали себе товар. И все почему? Потому что так заведено, что французы, они никогда не идут в магазин просто так. Только когда, вот, просмотрев какой-то рекламный проспект, их заинтересует та или иная цена, и тогда они заходят в магазин. Сперва на перво, значит, берут листок бумаги, составляют, пишут название магазина, составляют список продуктов, которые их заинтересовал, и тогда они уже идут с этим списком и покупают все по списку. Даже я видела такое, что некоторые вырезают рисунки, название продукта и идут или пол листа вот так вот вырезают интересующих продуктов и закрепляют все скрепкой или степлером, и так идут. Но это обычно делают пенсионеры, у которых предостаточно времени на это. А люди такого возраста где-то в районе 30-40 лет, они просто составляют список продуктов их интересующих и идут уже в магазин. Обычно поход в магазин не обходится просто одним магазином. Иногда и люди едут в 2-3 магазина, я имею в виду сейчас продуктовые. Потому что в одном магазине акцент делают в одну неделю на одни товары, в другом магазине делают акцент, скидки делают на другие товары. Поэтому приходится объезжать и один, и второй, иногда и третий магазин. Вот. Как видите, ассортимент очень широк. Делают скидки и на мороженое. Вот это очень вкусно, агандас. Конечно, купи два и одно бесплатно, конечно, это привлекает очень там. 50% сразу же скидка на шампанское, на йогурт тут по низкой цене, вот сыр. Все, конечно, это привлекательно из-за своей низкой цены. Вот, конечно, купишь товары именно те, которые по самой низкой цене. Вот, значит, это касается не только продуктов, составляют они списки также. И именно вот такие вот продукты, на такие товары, как, допустим, рассада, цветки в горшках, какие-то удобрения, вот эти вот инструменты для садиков. Потому что они очень-очень любят украшать свой двор, свой садик. Вот, около дома и, вот, тоже составляют списки. То же самое касается каких-то товаров для дома, украшений таких для дома, интерьера. Значит, такие вот подушки, мебель тут, да, продают. Все-все есть. Это магазин Слай. Кстати, если вас интересуют цены на какие-то определенные продукты, из какого-то определенного журнала, могу потом заснять отдельное видео, чтобы сейчас... Хочу сейчас просто быстренько рассказать, что и как делается, вот. Дальше. Есть такой вот магазин, тоже мебельный бут. Бут называется, вот, на зоне. Тоже у них всегда скидки. Вот, старая цена, новая цена, конечно. Дальше. Так же, то же самое касается товаров, каких-то вот таких бытовой техники, электротоваров. Так вот, как видите, везде-везде есть скидки. Каждую неделю. Тоже другой магазин. Самый такой магазин эконом-класс, это, конечно же, Lidl. Вот, вы на этой неделе сделали акцент на товары для дома, для уборки. Такие вот всякие порошки. Белый. Вот. Ну, так же есть скидки на товары удовольственные. Вот. Конечно, в этом магазине точно можно сэкономить. Вот. Вот так вот обстоят дела. Так что, что я вам хочу сказать. Составляйте списки, не ходите в магазин просто так. Делайте реальную экономию. Не покупайте лишнего. Вот. И хочу сказать, что, да, вот, у них где-то составляют они список. Конечно, это занимает какое-то определенное количество времени. Но стоит, конечно. Французы, они и дня не проживут без того, чтобы не сэкономить. Вот. Что я хотела сказать. Берите пример просто. Делайте то же самое. Я раньше вот ходила в магазин, просто заполняла корзинку. То, что мне там приглянется и все. А сейчас вот я приняла это правило. И меня это устраивает. Я очень довольна, кстати. Вот. Всем спасибо за внимание. И пока-пока. Иду читать свои журнальчики. Составлять списки. И потом просто выбрасываю эти журналы. Потому что если их хранить, это будет вообще скопление такое. Вы представляете, каждую неделю такая стопка журнала. Вот. Все. Всем пока. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok